Продолжение следует... На любое время, которое вам надо. Не надо с собой таскать ни PC, ни Node, ни PAL. Не надо с собой таскать ни компьютера, ни компьютера, ни устройства. Да. Не надо с собой таскать ни компьютера. Или браун. Или браун, как это было, здесь. Я буду держать сервер. Когда подключаешь питание, сервер устанавливается в положение полета автоматически. Установилось в положение полета. Это лампочку. Мигает красный LED. Медленно мигает. С большими паузами, да? Это режим ожидания. Программирование возможно только в режиме ожидания. Нажимаем на кнопку и держим более трех секунд, пока не погаснет лампочка. Отпускаем таймер в режиме программирования. Если не нажимать программирование пять секунд, то настройка сбрасывается в ноль, в ноль секунд, и режим... таймер переходит опять в режим ожидания. И таймер идет опять в режим ожидания. Давайте попробуем запрограммировать его, например, примерно две минуты и сорок секунд. Входим в режим программирования. Нажимаем и держим, пока не погаснет. Давай две минуты. Держишь длинный. Раз. Два. И теперь быстро четыре. So that was two minutes and... 10, 20, 30, 40 seconds. Теперь ждем, он покажет, если ничего не нажимать, установленное время. Раз, два, две минуты. So that's two minutes and... И быстро сорок секунд. So that tells us now how much we've got, how much we had programmed. Now we're in standby position, and once we push the knob, we're ready for flight. Давайте еще раз попробуем запрограммировать на 9 минут 30 секунд. Входим в режим программирования. Let's go into programming position. Давай, 9, 40. Into 9 minutes 40 seconds. That's one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 20 секунд. Теперь ждем. Он показывает настройки. Now we'll wait, and it will show us how many... Раз, два, three, four, five, six, seven, eight, nine minutes. Раз, два. 20 seconds. Быстрое мигание – это десятки секунд, медленные – это минуты. So the quick flashing is 10 seconds, the slow flashing is one minute. Время вводить можно в любую последовательность, в любом порядке. So flying can take place in any position and in any order. Вы можете сначала ввести секунды, потом добавить минуты, или наоборот, или все делать в перемешку. You can add minutes and then seconds, seconds and then minutes, or in any mixture of the two. Давайте попробуем установить 2 минуты 40 секунд, но в перемешку. Let's try and set 2 minutes... 40. ...and 2 minutes 40 seconds in different combinations. Входим в режим программирования. Go into program position. 10 секунд. 10 секунд. 1 минуту. 1 минута. 20 секунд. 20 секунд. 1 минута. 1 минута. 10 секунд. То есть получается 2 минуты 40 секунд. Проверяем. 2 минуты 40 секунд. То есть вы можете вводить время в любой последовательности, как вам удобно. So you can put in the flight time at any position, however you find the bus could be. Нажимаем на кнопку старт и полетели. Если вам надо перезапустить таймер, например, вас кто-то позвал, вы отвлеклись, или порыв ветра налетел, который надо было переждать. И вы решили опять взлетать. И вы решили опять взлетать. Надо нажать на кнопку старта, еще раз, будет рестарт. Все. Все. Опять считает с нуля установленное время. And now it's starting from zero in the time that you had set. Еще рестарт. Быстренько. And now restart. Да. Все. Опять с нуля. Now it's in new. And you can start from that time which you had programmed as many times as you wish. Если вы решили отложить полет на долгое время, нажимаете кнопку и держите. Она погасла, отпускаешь. И таймер перешел в режим ожидания. Stand by or pause. Да. Давайте попробуем запрограммировать на одну минуту двадцать секунд. Входим в режим программирования. Одна минута. So we push down until the light flashes, and that's one minute. Двадцать секунд. And quick ten, twenty seconds. Если ничего не нажимаем, смотрим. Одна минута. Двадцать секунд. And twenty seconds. И режим ожидания. And now it goes into stand by position. Все. Давайте поставим десять секунд. So let's set ten seconds. Да. Режим программирования. Десять секунд. Десять секунд. Проверяем, контролируем. Десять секунд. Десять секунд. Все. Режим ожидания. Now in the stand by position. Нажимаем на старт. We press the start button. Смотрим на сервер. And we'll watch the server. And in ten seconds. Как вернуть таймер в рабочее положение? Нажать на кнопку и подержать. Пока не повернется сервер. Все. Сервер устанавливается в режим полета. Таймер переходит в режим ожидания. And the timer is in stand by position. Таймер сохраняет предыдущее время, которое вы настроили. The timer preserves the previous timing, the previous flight timing, which you have set to it. Теперь давайте посмотрим, что в нем еще интересного. Let's see something else that's interesting. Обратите внимание, как медленно мигает лэда. Let's observe, take a look at the time, 4-5 секунд. At the intervals between flashing. So, around 5 seconds between each flash. Поскольку таймер имеет очень маленькое энергопотребление. To the extent that the timer has very low energy use. Он будет работать и при 2,5 вольтах. It's going to work on 2,5 вольт. Но этого напряжения мало для того, чтобы работало сервер. But that's a small amount, so that the server could work. И для того, чтобы не получилось так, чтобы запустили модель, но сервер не сработает и она улетит. В этом таймере сделан контроль питания. This timer has the ability to observe and monitor the charge. Я беру аккумулятор, вот он с крестиком, у которого маленькое напряжение. I've taken, I've selected a battery that has a small charge. Давайте подключим его, посмотрим, что произойдет с таймером. Let's attach it and see how the timer reacts. Notice how the intervals between flashes of lights are now much shorter, it's flashing much faster. Это говорит о том, что напряжение аккумулятора меньше, чем 3,3 вольта. Да, и надо заменить аккумулятор, либо его заряжать. Вот и все, ребята. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok